Виновники административных правонарушений будут привлечены к ответственности. Таков итог очередного заседания административной комиссии, которое состоялось 24 марта. На нем было рассмотрено 12 материалов. В числе нарушителей в основном автолюбители, не соблюдающие правила парковки автомобилей, а также рыбаки, для которых закон о безопасности поведения на льду не указ. Далее подробнее. Большая часть материалов, рассмотренных на очередном заседании административной комиссии, касалась парковки автомобилей в неположенном месте и, как признак наступившей весны, их мытье вблизи природных водных источников. По этим статьям административного кодекса было рассмотрено 6 протоколов, составленных инспекторами Дорожно-патрульной службы. Самой частой отговоркой автолюбителей, оставляющих машины на детских площадках, газонах и под окнами многоквартирных домов, является отсутствие парковочных мест вблизи жилых кварталов. По мнению начальника отдела по исполнению административного законодательства, Юрия Захарченко, эти аргументы не могут служить оправданием и смягчающим обстоятельствам для автовладельцев, нарушивших закон. Сейчас период становления зеленого покрова. Земля оттаивает, и всякое на нее давление автотранса приводит к повреждению зеленого насаждения и уничтожению этого зеленого покрова. То есть мнение административной комиссии в этом плане однозначно. Выписываем штрафы по любому постановке машин, как на газонах, так и на детских спортивных площадках. Они, как правило, тоже с озеленением. Напомним, что по этим административным правонарушениям законам предусмотрены наравне с предупреждением и штрафные санкции. Размер штрафа колеблется от 500 до 3000 рублей. Строгость наказания члены комиссии определяют в индивидуальном порядке с учетом обстоятельств каждого дела. А решение принимается коллегиально. Мнение какое будет? Предупреждение. Предупреждение. Все согласны? Раз первого, да. Комиссия принимает решение предупреждения на первый раз. Но если в течение года еще подобное будет, предупреждение уже применять не можем, будет только штраф. Минимальный 500 рублей. Там уже не важно под подгрузку, выгрузку. И вообще вот такое вот это, не было места для стоянки, погрузиться, выгрузиться, оно не является возникальной причиной. Накладывается штраф. На очередном заседании административной комиссии были рассмотрены и другие случаи правонарушений. Чаще других закон нарушали рыбаки, не соблюдающие правила пребывания на водных объектах. После очередного рейда в бухту Чажма 18 марта сотрудниками городского отдела внутренних дел было составлено пять протоколов на любителей помедитировать с удочкой. Ситуация на бухте следующая. Посредине бухты уже имеется открытая полыня, однако рыбаки продолжают выход на лед. Причем умудряются переходить через бухту на противоположную сторону. На момент проверки автотранспорта на льду не было, но было 13 человек на льду. Пять из них было привлечено к административной ответственности на протокол, за остальными не пошли в целях безопасности. Все материалы рассмотрены, но мы рыбаков предупреждаем сразу на льду, и здесь у комиссии вопросов не возникает по поводу того, что штрафные санкции на них не накладывать, потому что злостными данная категория граждан не является. В основном это все пенсионеры. Аргумент их не такой, что нам и так делать нечего, это единственное у нас сейчас радость жизни выйти на лед, половить рыбу. Но с условием того, что уже выход на лед опасен, протокол составляем, рассматриваем с предупреждением. Все денежные средства, внесенные привлеченными лицами по протоколам, направляются в краевой бюджет. Таким образом, отмечает Юрий Анатольевич, целью административной комиссии, вопреки расхожему мнению, не является привлечение к ответственности возможно большего числа нарушителей и наложению максимально высоких денежных штрафов. Основной принцип ее работы – соблюдение и исполнение государственных законов всеми и каждым.